Добрый день, друзья! С вами снова Галина Турецкая, автор программы «Прививка от лишнего веса» и Оксана Лищенко, диетолог Института медицинских наук, диетолог нашей программы. И мы тут сегодня посреди пищевого изобилия буквально встретились. И хотим вам показать, что даже при тех условиях, что нас кругом соблазняет вкусная еда, аппетитная реклама, все равно можно питаться правильно. Да, совершенно верно. Мы можем выбрать то, что нам полезно будет, то, что нам принесет ожидаемые результаты. И сделать, если это правильно, то вы будете вдвойне довольны. Ну что, пойдем? У нас сегодня экскурсия по пищевому изобилию. Да. Оксана, мы тут видим много овощей, фруктов. Скажите, какие выбирать? Конечно, нам нужно включать в рацион овощей, фруктов. И мы знаем даже эту загадочную цифру, что минимум должно быть 500 граммов овощей, фруктов, каждый день. Очень правильно выбирать их сезонные и выбирать разнообразие. То есть нельзя сидеть только одной морковке и думать, что это будет полезно. Или, например, видеть панацею и спасение в Сильдереи и покупать только его. То есть должно быть достаточное разнообразие. При этом мы стараемся исключить при похудении следующие фрукты. Это виноград, бананы, финики, инжир и хурман. Считается, что именно эти фрукты больше содержат калорий, больше сахара. И именно в них может быть причина того, что человек почему-то не худеет. Поэтому исключите эти продукты и вы сами увидите быстрее результат. Ага. А вот сейчас мы находимся в мясном отделе. А что вы можете сказать про разные виды мяса? Мясо, рыба, птица, морепродукты. Это все очень тоже полезные продукты, которые помогают нам сохранить мышцы. А мы хотим, конечно, тело, которое будет такое рельефное, спортивное, красивое, мышечное. Поэтому обязательно в рационе должны быть белковые продукты. Но мясо лучше выбирать нежирное. А именно, если вы исключите свинину, уток, гусей, это будет большой плюс. А вот что касается рыбы, то она наоборот должна быть и жирная, и нежирная. Потому что это для нас очень полезный и важный источник омега-3. Тех жирных кислот, которые мы сами не синтезируем, но можем спокойно найти в жирной морской рыбе. Поэтому обязательно тоже это будет наша покупка полезная. И в следующей серии мы заглянем в рыбный отдел и в творог. Да, творог это то, что стоит обсудить и узнать секреты. Если вам понравилось это видео, если вам было полезно, ставьте лайк, делитесь с друзьями, подписывайтесь на наш канал. Мы ждем ваших вопросов под видео. На какие ваши вопросы по диетологии может ответить Оксана Лищенко, диетолог, кандидат медицинских наук. Спасибо.